всем привет меня зовут калинина татьяна я приветствую вас на канале deep sky астрологи это проект школы прогнозов альфа где мы совмещаем астрономию и астрологию и получаем новые результаты и прорывы в сфере прогнозирования сегодня мы остановимся с вами на венере и я собираюсь показать вам очень просто и наглядно и даже как без градусов определить в какой фазе располагается эта планета для начала давайте с вами обозначим горизонт как будто мы с вами находимся на земле и наблюдаем небо над собой мы конечно же увидим солнце венера не отходит от солнца дальше чем на 48 49 градусов и если мы нарисуем орбиту венеры то она будет выглядеть примерно таким образом какая-то часть орбиты заходят за солнце венера имеет орбиту в форме эллипса они форме круга поэтому какая-то часть орбиты короче какая-то длине серединке у нас с вами располагается солнце нужно понимать что венера двигается против часовой стрелки как и все планеты в солнечной системе и в какой-то части орбиты она становится ретроградный вот это два положения где венера останавливается для наблюдателя земли конечно же она равномерно проходит часть орбиты и здесь но земли кажется как будто бы она зависла потому что все равно венера находится на этой линии когда венера двигается по ближней к земле орбите она находится в ретроградном движении когда венера двигается по дальней орбите она директно давайте здесь нанесем с вами на небо созвездия чтобы вы лучше понимали о чем идет речь соответственно если венера двигается по дальней орбите она проходит рак лев деву и весы и так далее когда она после точки остановки возвращается по ближней к земле орбите она проходит знаки с дяка в обратном порядке дева лев рак ну и так далее поэтому если вы видите в гороскопе ретроградную венеру вы сразу должны понимать что она двигается по ближней к земле орбите если вы видите директную венеру вы уже точно можете понимать что она либо в точке остановки находится либо двигается по дальней орбите и так мы с вами разобрали что солнце у нас располагается в центре и мы считаем положение венеры от солнца давайте проведем условную линию от которой мы будем отсчитывать если венера располагается в этой зоне значит она убывает здесь венера находится впереди солнца а солнышко немножко отстает по градусам гороскопе то есть допустим если венеру бывает значит солнышко будет иметь меньший градус в знаке например солнце находится в первом градусе а венера в двадцать пятом градусе знака это значит что венера прошла по дальней орбите вперед ближе к выходу из знака и на располагается в убывании либо директные либо ретроградные если венера имеет меньший градус в гороскопе чем солнце значит она растущая то есть она двигается по вот этой части орбиты либо ретроградные либо директные соответственно вот она наша ситуация вот два случая когда градус венеры больше чем градус солнца значит венера располагается либо в третьей либо в четвертой фазе и когда венера отстает от солнца то есть градус солнца в гороскопе больше значит это первая или вторая фазы венера как их отличить в одной части венера будет ретроградно в другой части венера будет директные ретроградные венера у которой градус меньше чем градус солнца находится в первой фазе и так как определить фазу венеры не зная градусов первая фаза венеры то есть когда венера растет значит она отдаляется от солнца вправо условно говоря дан если следовать нашему изображению и она ретроградно во первых венера ретроградно и во-вторых она имеет меньший градус чем солнце потому что солнце двигается туда по знаком зодиака а венера двигается вправо то есть в обратном направлении вторая фаза венеры это отрезок по дальней орбите когда она подходит к своему полнолунию к своей максимальной освещенности венера директная и градус венеры также меньше чем градус солнца солнце имеет больший градус гороскопа третья фаза венера венера также остается директная и градус венеры больше чем градус солнца вот в том месте где венера имеет равный градус солнца мы ее не даже не увидим земли потому что она будет загорожена солнцем на самом деле конечно мы не увидим гораздо большую часть орбиты венеры потому что находясь рядом с солнцем она будет видна на небе только днем она будет освещена солнцем в какую-то часть своей орбиты она будет за солнцем поэтому мы ее скорее всего не увидим дальше третья фаза разобрались венера директно и у венеры больше градус чем у солнца и четвертая фаза венера опять становится ретроградный и градус венеры также пока еще остается больше чем градус у солнца вот такая система вам необходимо знать что венера отступает в дальних точках от солнца примерно на 48 градусов и этот градус различается от года к году потому что как я уже сказала венера имеет не круглую орбиту а форму эллипса и на самом деле все еще сложнее потому что она прорисовывает такого рода ромашку вокруг солнца как и все планеты это орбита двигается относительно солнца поэтому каждый раз максимальная точка отклонения от солнца то есть где она зависает между ретроградным и директным движением каждый раз вот этот градус вот это расстояние будет разным как проверить точки где венера останавливается если у вас установлена программа джиганатха хора 8 версия та которая англоязычной вы можете зайти в раздел мунданной астрологии и там выбрать точки перехода планет к ретроградности или к директности это меню называется стационарность той или иной планеты вы выбираете интересующую вас планету и просите программу найти точку когда в предыдущий раз до рождения человека эта планета была в остановке всегда проверяйте и предыдущие даты и последующие даты потому что вы можете найти гороскоп близкий к началу стационарности или только-только вышедший из стационарности когда вы пользуетесь программой star волк второй версии это даже не программа а приложение когда вы пользуетесь этим приложением то вы видите картину вот таким образом вот таким образом над горизонтом располагается солнцем рядом с ним находится например меркурий или венера и нажав на эту планету вы можете увидеть орбиту так вы можете себя проверить если например вы не понимаете в своем гороскопе все-таки в какой фазе располагается мин меркурий или венера давайте теперь перейдем к рассмотрению конкретных примеров и порассуждаем с вами о том что значит убывающие венеры и что такое растущие давайте посмотрим с вами на первый гороскоп это гороскоп мужчины и здесь период юпитер венера дал начало отношений давайте в целом посмотрим на этом город на этот гороскоп и насколько серьезно он обещает хорошую личную жизнь в период венеры в под период вене здесь венера хозяйка седьмого дома отношений хозяйка двенадцатого дома находится в восьмом доме либо тайных отношений либо кризисов но по факту ситуация была такова что молодой человек встретил девушку которая ему очень понравилось они беспрепятственно начали отношения и вот в этот период юпитер венера приняли решение заключить брак то есть в принципе в их отношении не было каких-то затруднений и страданий и переживаний и тому подобных неприятностей почему венера располагается в 15 градусах 30 минутах знака близнецы а солнышко у нас впереди она в знаке льва и располагается в первом градусе льва давайте ну нарисуем эту ситуацию если мы с вами изобразим данный гороскоп как будто бы мы смотрим на него земли опять же нарисуем нашего условного наблюдателя то слева у нас будет лагна справа у нас на западе на закате у нас будет седьмой дом и куда очень удачный пример почему потому что солнышко располагается в зените в десятом доме солнце зависает прямо над нашим наблюдателем условно говоря и мы рисуем орбиту венеры которая примерно такая венера у нас располагается примерно здесь в третьей фазе почему смотрите вот она стоит в знаке близнецов вот здесь знак рака вот здесь знак льва и от рака она имеет расстояние от солнца 30 градусов во льве солнышко отошло на один градус и в близнецах ну венера в середине дома условно говоря не будем считать там какие-то мелочи 15 градусов то есть венера опаздывает за солнцем на 46 градусов имеет долготу в гороскопе меньше чем солнце поэтому директная венера имеющие меньший градус в знаке или опаздывающие на несколько знаков у нас является все это признаком третьей фазы растущие венеры именно поэтому венера здесь и дала начало новых отношениях благоприятную личную жизни и не дала каких-то серьезных проблем хотя хозяйка 7 8 она могла дать тайные отношения которые не хочется афишировать или какие-то страдания разрыв предыдущих отношений но ничего этого не было потому что венера растущие и молодой человек просто нашел свою возлюбленную и наслаждался отношениями с ней ну и так как вы уже знаете что остановка венера происходит примерно в сорока восьми градусов то у этого молодого человека венера только-только отошла от ретроградного движения и только-только двинулась на рост конечно самом деле она была растущая и здесь но вот в это остановка на самом деле не очень хороший признак она это венера благополучно прошла этот признак и молодой человек родился на два градуса на два дня позже чем была остановка венеры и переход из ретроградности в директное положение поэтому здесь ничего не омрачило эту венеру она растущая набирающая сила идущая к своему полнолунию не сожженная не осложненная но в гороскопе вы увидите что она и раху и сатурном и марсом поражена тем не менее период юпитер венера дал очень хорошие результаты давайте рассмотрим следующий гороскоп где обстановка была совсем другой этот гороскоп женский здесь венера дара карака то есть показатель мужа или жены ну так как это женский гороскоп то это показатель мужа венера стоит в седьмом доме на хозяйка десятого то есть хозяйка кендры и хозяйка третьего дома на не хозяйка дуст ханы она не осложнена у него всего лишь аспект от марса и от сатурна на то есть всего лишь это венера явно чувствуется более уверенно чем венеры с предыдущего гороскопа хотя это и так конечно частично поражена но тем не менее венера кстати в этом гороскопе в навамше то есть это гороскоп брак имеет вообще очень хорошее преимущество она раджа йога карака она в весах и она аспектирует хозяина седьмого дома и тем не менее даже в классический период раху венера который почти всегда дает свадьбу никакой свадьбы не было это был ряд отношений которые начинали и заканчивались начинали заканчивались чего-то приходилось ждать какие-то преодолевает трудности расстояния и по итогу никакого замужества в раху венера не было более того венера управляет десятым домом карьеры и в этот момент девушка закончила длительный период своей карьеры то есть на около 10 лет работала в одной и той же сфере сфера кстати связано с грузоперевозками это вот вам венерианское влияние и в этот период раху венера она завершила завершила свою карьеру перешла к другому виду деятельности вот почему так произошло с этой венерой этот гороскоп изобразить будет намного сложнее потому что здесь венера и солнце располагается под горизонтом поэтому нам надо будет перевернуть в голове эту ситуацию чтобы разобраться и так вот у нас солнце хату который находится в стрельце здесь у нас скорпион весы далее у нас двигается козерог водолей то есть венера уже она находится впереди солнца венера не ретроградная поэтому мы делаем вывод что она двигается по дальней орбите в место где она убывает от полнолуния скажем так если можно использовать это слово к венере она двигается к новолунию к меньшей своей силы давайте теперь посмотрим может быть она как раз вот этой точке зависла как-то остановилась либо уже пошла ближе она не могла пойти ближе потому что они ретроградные вот это вот ретроградные вот это вот директные давайте считать значит солнышко у нас располагается 26 градусов стрельца поэтому от стрельца еще четыре градуса у нас расстояние до венера дальше у нас весь знак козерога 30 градусов и венера располагается 0 градусов 19 минутах знака водолей ну давайте вот мы один градус ей добавим вот чтобы в мелочи не вдаваться получается что венера отошла от солнца на 35 градусов нет этого слишком мало то есть никакой остановки на не двигаться она просто убывает вот это убывание венера и сформировала события периода раху венера несмотря на все классические формулы то что венера имеет отношение к браку она в общем-то хозяйка 10 в седьмом обещает что девушка будет работать вместе со своим мужем и наверное на работе встретит свою любовь все это не сыграло и не сбылось на мой взгляд потому что венера была убывающей и говорила о завершении процессов точно так же как завершилась ее карьера в этот период а мы с вами переходим к третьему примеру вот это уникальный гороскоп я очень долго его искала и он здесь совершенно не случайно потому что это гороскоп женщины политика которые по большей части запомнилась скандальной истории своего мужа это хиллари клинтон гороскоп хиллари клинтон и я естественно имею ввиду скандал билла клинтона с моникой левински который произошел в феврале в январе феврале 1998 года и в гороскопе жены провинившегося мужа шел период венера юпитер как вы видите всегда в период венеры происходят какие-то поворотные вещи это между прочим характерно для периодов венеры юпитер и юпитер венера так вот давайте посмотрим на гороскоп женщины и на то как располагается это венера она располагается в своем собственном знаке она вместе с меркурием и солнцем она поражена падающим марсом хозяин седьмого дома у нас который обещает личную жизнь обещает либо развод либо разлуку либо какой-то суд скандал что-то в таком духе потому что хозяин седьмого располагается в шестом и период юпитера и произошел этот огромный скандал супруги не развелись официально но я уверена что это конечно был колоссальный семейный кризис в их паре и гороскоп это подтверждает что с этой венеры давайте смотреть и рисовать вот у нас условный горизонт солнце здесь карта тоже ночная как и предыдущие поэтому я условно до переворачиваю вам гороскоп чтобы его рассмотрели не кверх ногами значит вот у нас солнышко она располагается знаки весы портит портит знак весов дальше у нас тут девы было лев двигается потом скорпион стрелец и так далее наша венера располагается в 23 градусах 44 минутах а солнышко в 9 градусах то есть венера прошла вперед солнце условно в 9 градусах они находятся в одном знаке ну допустим вот так солнышко в 9 а венера 23 градусов то есть она только только отошла от своего полнолуния тоже двигается к завершению но согласитесь что вот этот аспект падающего марса падающие солнце находящиеся рядом не сыграли хорошие роли хотя венера конечно участница раджа йоги хозяйка 5 плюс хозяин 1 ну поэтому она и была первой леди конечно же но тем не менее венера такая раздраженная вот этим марсом и она тоже находится стадии убывания в третьей фазе кстати она в общем то где-то посередине до застряла этой фазы она не близко к остановке а вот меркурий в гороскопе хиллари клинтон остановился за один день до ее рождения давайте посчитаем мы стерли предыдущее обозначение заново выставляем солнце и меркурий меркурий также имеет похожую орбиту как и венера потому что это внутренняя планета как и венера что значит внутренняя значит ее орбита короче чем орбита земли она находится ближе к солнцу меркурий ретроградный для нас это знак что он уже двигается по ближней части орбиты к земле и давайте посмотрим на градус и солнышко располагается в 9 градусах а меркурий в 28 то есть вот он вот здесь примерно так как меркурий ретроградный значит он двигается вот здесь то есть он такой уже совсем до к новолунию своему идет и буквально за день до рождения хиллари клинтон меркурий был вот здесь он был директным и только-только стал ретроградным про остановку меркурия мы поговорим с вами в большом курсе дипска астрологии который будет приурочен к пятилетию нашей школы и пройдет летом 2022 года мы приготовили для вас более 18 уроков которые будут наполнены исследованиями некоторые из них мы еще до сих пор проводим и вот эта информация по остановкам меркурия и что это значит мы с вами тоже разберемся в рамках этого курса ссылочка будет под этим видео возможно страница появится немножко позже если вы смотрите это видео сразу если вы посмотрели его через несколько недель после выхода ссылочка в первом закрепленном комментарии уже конечно есть что еще интересного в этом гороскопе здесь венера располагается в накшатре вишакха всегда все классические источники говорят многие классические источники обычно говорят что венера вишакхи или хозяин седьмого дома вишакхи предвещает очень неудачную личную жизнь в целом вишакха связано с очень большой самонадеянность то есть это люди которые празднуют победу пока еще не приблизившись к этой победе такая ситуация но не очень хорошо влияет на личную жизнь поэтому венера вишакхи здесь было еще одним признаком того что может случиться какое-то поражение какой-то коллапс кстати для любителей знаковых периодов то есть периодов чара даша могу сказать что это был период водолея это был период водолея где хозяин седьмого дома от водолея находился в падении и посмотрите как интересно располагается гхатька лагна и шри лагна то есть это был колоссальный скандал на весь мир все таблоиды писали об этом все передачи упоминали об этом и такая большая слава по седьмому дому пришла к хиллари клинтон в период водолея когда гхатька лагна то есть показатель славы был в ее седьмом доме но слава была такая которую не захочет себе ни одна женщина и как это увидеть во первых хозяин пятого дома у нас находится в падении я в девятом доме девятый дом дом это кстати дом второго брака либо другой женщины и он соединен с хозяином восьмого дома от водолея это тайны любовницы скандала и так далее следующий период был периодом козерога ну то есть личная жизнь у них конечно же расстроилась потому что сатурн и марс были в седьмом доме и там наверняка было очень много скандалов и разборок вот такие страсти мордасти мы можем увидеть с вами в гороскопе вот такие детали решают дело и говорят нам о том какие все-таки события будут поэтому я уверена что если вы будете изучать дипа sky астрологию вместе с нами то вы найдете ответы на многие вопросы почему формула в этом гороскопе не сработала и не дала такой результат потому что имеет значение и фазы планеты это насколько она близко к земле и то как она соединена с кометами и другими объектами предвещающими неудачу или успех все это имеет значение все это область изучения нашего проекта спасибо что уделили это время астрологии обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик с уведомлениями чтобы не пропустить новые видео с вами была татьяна калинина увидимся в новых видео пока